А теперь новости спорта. Летом в нашем районе есть все возможности для ребят участвовать в престижных соревнованиях. Спортивные состязания – это самое лучшее средство и для активного отдыха, и для оздоровления юных славянцев. В нынешнем году возобновился всекубанский турнир по футболу на Кубок Губернатора. Все пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора. Начался муниципальный этап соревнования. Это значит, что в нашем районе будут определяться лучшие команды. Торжественное открытие турнира для юных городских футболистов состоялось на поле по мини-футболу, расположенном в Северном парке. За лидерство борются 12 команд. Участникам состязаний пожелали выступить успешно, получить удовольствие от игры. Ребята готовились к соревнованиям и были настроены на бескомпромиссную борьбу. Я выступаю за 17-ю школу. Я очень люблю футбол. У нас очень дружная команда. Я думаю, мы выступим достойно. Кто занимался футболом, тот уже умеет кое-какие вещи и может себя показать. Главный судья Иван Лебедев – сам действующий футболист. Он выступает за команду одного из лидеров районного первенства. И не понаслышке знает, чем живут юные поклонники кожаного мяча. Футбол для меня является самым главным видом спорта в моей жизни. Я играю за футбольную команду «Славянск», где собраны лучшие, по моему мнению, игроки. Это самая дружная команда. Мы сейчас выступаем на первенстве района, занимаем второе место и будем стремиться побеждать. Самое главное, чтобы с раннего возраста ребята закаляли дух, стремились побеждать. И, возможно, тогда из них вырастут настоящие футболисты. Во всекубанском турнире принимают участие дворовые команды. Есть и те, кто давно тренируются вместе, а также коллективы, которые создаются для того, чтобы выступить на этих соревнованиях. Кстати, мальчики и девочки могут играть на этом турнире друг против друга. Все больше девочек увлекаются этой удивительной игрой и играют они с энтузиазмом. Конечно, все спортсмены старались показать свои самые сильные стороны. В итоге сильнейшие команды муниципалитетов встретятся во втором зональном этапе Кубка, победители которого продолжат борьбу на финальных краевых состязаниях. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».